вы суеверный человек чем заключается суеверие вообще не знаю во первых я крещусь перед выходом на сцену перед сном читаю молитву слух это вообще настолько святое да да вы что да и я боюсь его прогневить прежде всего мистиком мистике был у меня с одной стороны страшные с другой кто короче когда я закончила школу 11 классов 7 шапри консерватории я очень сильно заболела и два месяца я просто было вылежала у меня с кровью была беда один случай на весь город зарегистрированный как бы на такой изношенный нервный организм выпускные экзамены плюс у меня первая любовь в то время была вот я поймала какую такую инфекцию это был инфекционный мононуклеоз такое красивое красивое название короче папа ходил серый я говорила что я умираю ничего не делаете вы единственная дочка долгожданный причем папа и мама стояла эти соки мне по три-четыре литра натуральные в день и возили и тут и чего только ну короче все выкарабкалась и я понятия не имела что папа сказал что когда я поправлюсь он сделает матах это у армян жертва кто что может кто петуха режет кто барана режет то есть разносится в несколько домов просто отварное мясо в хлебе но остальное делают что хотят я об этом не знала мне однажды ночью значит я пока во время болезни я спала с мамой одной комнате а папа значит как бы в моей и он прибежал и мама надо мной с уже стояли не такие склонившись что я не видя никого так вот в одну точку кричала одно слово я говорила что 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 вот так то есть они испугались а я вот так с открытыми глазами а нас такая комната была в боку два окна выступ там цветок виселый стола так стоял под ним и вот здесь вот в углу было это так сказать большой такая тохта диван их и я в углу с мамой спала и я вижу вот полусон полуявь я помню это по сей день значит как будто этот выступ значит нету потолка туда такой балдахин или как сказать балахон белый балахон и уходит все это в небо и оттуда ко мне протягивается рука в этот угол и как голос в церкви говорит дай вот так вот дай то есть я истошно кричала что когда они меня растолкали и папа услышал что и я сказала на следующий день конечно поехали барана порезали все это как положено крестики нарисовали значит вот что это такое скажите забрали болезнь да да в принципе то есть он обещал это сделать и как бы уже болезнь прошла почему как бы вот где баран да вот вроде как вот она есть мистика если о таких вещах говорить